Сегодня мы будем с вами говорить, знаете, о чем? О том, что все, весь этот мир создан в образах. Будем учиться немножко. Вот, например, написано. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Я думаю, это слово прямо к нам. Время уже коротко. Короче короткого. И пользующийся миром сим, как не пользующийся. Ибо проходит образ мира сего. Вот мне сегодня хочется поговорить именно о образе мира. О том, что все было создано от начала бытия, когда мы с вами читаем, в образе. И все сообразно тому, как на небе. Это все только образы того, что нас ожидает на небе. И если мы умеем любоваться этими образами, говорит, какие прекрасные облака, какие прекрасные деревья, трава, море. Это все образы. Только представьте себе чуть-чуть, насколько у вас богатое воображение, как красиво небо. Если образ так прекрасен. Вы знаете, что даже человек создан по образу и по подобию. Бытие 1, 26-27. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землею. И над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию Божьему сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Не знаю, увидели ли вы глубину духом вашим. Что даже мы только образ и подобие. Итак, с самого начала. Все создавалось, весь этот мир создавался только лишь в образе. И человек в образе, и все, что мы видим, это образы. Образы небесного мира, великолепного мира, прекрасного мира. Даже если возьмем рай, Едем, да? Я имею в виду земной рай, когда был создан Богом. Это тоже был образ. Это тоже было только подобие. Небесного рая, который ожидает нас. В чем заключался образ и подобие, знаете? Конечно, во многом. Но даже в том, что Бог говорил с человеком очень близко. Была такая возможность общаться с Богом. Но хотя, это тоже был образ Бога. Тот, который приходил и спускался, это тоже был образ и говорил образ. Только в вечном мире, когда мы войдем туда, мы будем уже не только в образе, говори с Богом, но будем видеть Его, как Он есть. Будем пребывать в Нем, Он будет пребывать в нас. Но даже этот великолепный рай это был только образ. Бог только посещал человека. Время от времени, как мы читаем. И то мы мечтаем побывать в таком раю. Но, представляете, там было время, такой момент, когда Бога не было в этом раю. Именно этим воспользовался моментом змей, когда искусил Еву и Адама. На небе такого не будет. Мы понимаем, но это был только образ будущего мира Божьего. Где не будет зла, не будет, конечно же, и этого змея. В земном раю. В земном раю. Адам и Ева. Там было даже два дерева, тоже. Это все образы. Все в образах было. Они слышали голос Бога, они общались с Ним. Но мы знаем, что Бога никто никогда не видел, говорит Иоанн. Иоанн, и это правда. Значит, и они видели только образ и общались с образом. Как говорится, интересно, у 1 Иоанна 3.1. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Послушайте только, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Вот что я имею в виду, когда Бог создал нас по образу и по подобию. Только тогда, когда пойдем туда, откроется, что мы есть. А сейчас мы, дети Божьи, тоже в образе. И только на небесах все откроется. Исчезнут образы. Будет то, что есть, реальность. И мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. То, что мы сегодня являемся с детьми Божьими. Мы еще не проявляем того, что будет с нами на небе. Мы только в образе имеем, то есть только отчасти имеем и ту силу, и ту власть, и ту любовь. Все только отчасти. Так же и Ветхий Завет. Он устарел. И Господь заключил Новый Завет. Как сказано, давайте прочитаем, к Евреям 8, 7, 8. Ибо если бы Первый Завет был не без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк у Кориаи говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключусь с Ним с Домом Израиля и с Домом Иуды, Новый Завет. И Павел объясняет это. Говоря, Новый показал ветхость первого, а ветшающая и стареющая близко к уничтожению. Мы очень хорошо знаем, что Ветхий Завет, он как бы где-то, не как бы, а где-то водитель, ко Христу. И можно сказать, смело можно сказать, что он является образом Нового Завета. И как мы видим, что Новый Завет действует верой теперь уже. Галатам 3, 24-25 говорится. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителем. Итак, мы видим, что раньше мы руководствовались только законом, а теперь верой. Но мы знаем с вами, что однажды и вера прекратится. И пророчества умолкнут однажды. И что останется вечно? Вечно останется только любовь. И то любовь Божья. Это вечность. Так что мы с вами можем сказать, что и Новый Завет дан лишь до времени. Пока мы на земле, нам нужен Новый Завет. И вы знаете, он тоже образ. Можно сказать, он тоже где-то водитель к Отцу. К будущему, к вечности. Он нас ведет туда. Это тоже образ. Как и Ветхий Завет был образом Нового Завета. И в Иисусе Христе Новый Завет является образом Вечного. Завет о любви. Когда мы придем к Отцу, там будет один Завет. Вечный Завет. Это Вечный Завет Любви. Он будет все во всем собирать, все в нем, в этом Завете Любви. Любовь — это вечность. Все остальное проходит. Знания упразднятся, пророчества умолкнут, веры уже не надо на небесах. Остается только любовь. Любовь от Бога, которую можно получить сейчас, это не образ. Это та небесная реальность, которую Бог принес в Духе Святом для нас. Поэтому однажды говорилось, так интересно, что Давид заключил Завет с Богом в Соли, Вечный Завет Соли. Почему? Что такое соль? Фактически соль — это любовь, это сущность всего. Символически. Она нас сохраняет и от разложения, от распада, от растления. Любовь — это Завет Вечный. Она даже вкус придает всему. Можно сказать то же самое о любви. Когда мы читаем Писание в любви, вкус другой. У всего Писания, у всего закона. Когда мы в любви познаем Бога, вкус другой. Без любви мы даже Бога познать не можем. Второе Параллопименон 13,5 сказано, «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израил дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьями по Завету Соли Вечному». Вы слышите? Хотя здесь, в Ветхом Завете, каждую жертвоприношение, особенно хлебное, надо было осаливать. Но это был только лишь образ. А когда Давид заключил, не через образ. Он заключил в любви с Богом. Это названо Заветом Вечным в Соли. И мне, к сожалению, хочется сказать, что не все заключили Завет с Богом Вечным в Соли. Не все осолили свои жертвы. А Давиду было дано такое обетование, и мы видим, что Иисус даже называет Себя Сыном Давида. Что даже ключ Давида Иисус говорит «У Меня, кого открой, откроется» – Давида. Кому затворю, а то затворится. Потому что это Вечный Завет Любви. Это тот Завет, который будет действовать и здесь, и в Вечности. Те, которые заключат Завет Любви Соли Вечной. Уже сейчас заключили не в образе Завета, а тот, который будет действовать и на небесах с Отцом. Ветхий Завет был сплошным прообразом нового. Мы с вами разбирали все жертвоприношения, скиния, собрания, ну все абсолютно. Это все только одни были образы. В этих образах мы видели Иисуса Христа, который грядет, наше спасение. Отношения с Богом, грехи, все мы видели в образах. Но и Новый Завет, он тоже весь в образах. Мы тоже заключаем в образах Заветы с Богом. К примеру, преломление, хлеба и вина. Это образы. Образ крови Иисуса Христа и тела Иисуса Христа. А когда мы крестимся, водное крещение принимаем, тоже образы. Мы умираем для прошлой жизни, воскресаем для новой жизни. Образы. А когда мы распинаем свою плоть на кресте, это же тоже образы. Разве мы буквально распинаем? Но Небесный Завет Любви это не образы. Он не несет себе образ. Это именно исполнение. Это то, что вы должны заключить сейчас, вечный Завет с Олей с Богом. Это суть всех Заветов. Это реальность Небес. Бог послал сюда Духа Святого в Любви как реальность. Это не образ. Это реальность. Агапа, это любовь, то, что мы можем получить уже сейчас Небесное. Это есть Царство Бога внутри тебя. Те, которые принимают эту любовь и наполняются этой любовью Агапы, внутри уже имеют небеса. Они уже имеют вечность внутри себя. Понимаете, первая скинья была образа. Все было образ. Даже Христос, Иисус Христос это образ. Образ Бога невидимого. Так о Нем говорится, правда? И Бог говорил к людям через образы. Говорил через притчи. Почему Он говорил не способны иначе принимать? Живущие в мире, те, которые являются сами по себе образом, это мы. образом и подобием не способны реальность воспринимать так только через образы, через притчи. Небесную истину очень тяжело воспринимать. Поэтому Господь открывал все через образы. Поэтому всякие откровения были даны в образах. Даже откровение Иоанна, оно сплошные образы. И Сам Бог. Послушайте только, как о Нем сказано. Евреям 1, 1, 2. Бог многократно и многообразно говорящий издревлят Сам. в пророках последний неси говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил. Но пришедший сюда Иисус Христос, посланный Богом, являющий славу Бога Отца, являет образ. Второй Коринфян 4, 4 говорится, в славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Иисус Христос был образ Бога невидимого. К Евреям 1, 3 тоже говорится, сей будучи сиянием славы и образ ипостаси Его. И держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престолу величия на высоте. Даже Иисус Христос образ Бога невидимого. Вот в каком мире мы с вами живем. Мир образов. А слово ипостась означает одно из ликов Триединого Бога, то есть Он явил одно из лиц Триединого Бога. проявил одну из лиц сущности Бога. И мы видим, что Иисус Христос явил один образ Отца Нашего Небесного. И как Он говорил, видевшие Меня видели Отца. Но мы же знаем, что это был образ. Потому что Бога никто не мог увидеть, никто живущий не может. Поэтому мы призваны вечный завет заключить сейчас. Мы призваны осолить нашу жертву, принести нашу жертву и осолить ее любовью. Чтобы Царство Божье жило внутри нас. Чтобы Отец открылся внутри нас. Сущий чтобы получить вечное уже сейчас. Иметь внутри себя вечное уже сейчас. Посмотрите, как Иисус говорит, Иоанн 16, 25. Доселе я говорил вам притчами. Но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. Он сказал это своим ученикам, и я думаю, это к нам также относится. Он к этому призывает. Ученикам было непонятно, почему ты говоришь притчами к народу. Но потому что они были неспособны понять небесную истину. Но тут говорится о таких близких отношениях, когда Иисус будет говорить, и человек может понимать, что он имеет в виду и говорит. Как он продолжает 16, 26 Иоанна. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что я ишел от Бога. Вы видите, это и есть заключение Завета Вечной. Завета Любви с Отцом уже. Сам Отец будет любить вас, потому что вы возлюбили. Вот какие близкие отношения. Такое общение с Духом Святым. Оно открывает реальность небес. Дает нам возможность познавать реально небеса, реально встречаться с небесами. Слышать голос Бога реально. Получать от Него откровение реально. для того, чтобы реально воспринимать истину, не в образах только, Как написал, как Иисус сказал, наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. Прямо. Потому что вам дано знать, а им не дано. почему не дано? Нет той близости, нет тех отношений, не открыто. Если оставаться младенцами, если пить все время молочко и не вкушать твердую пищу, написано, такие люди просто не знают истину. Образы истины. Вы знаете, что даже истины, образы можно знать. А можно знать саму истину, реальную истину. И Царство Божье можно знать в образах. Как Иисус и говорил, Царство Божье подобно. И начинал рассказывать, вот поле там купил. В три меры муки положил. Женщина положила, чтобы заквасить. тесто. И все это образы. И можно так и оставаться в этих образах и говорить про эти образы. Никакого представления не иметь о той реальности, что Бог вложил в эти образы. Но если идти путем, о котором сказал Господь, о котором проповедовали апостолы, и Павел говорил, исполняйтесь любовь, я покажу вам путь превосходнейший. Что за путь такой превосходнейший? А я думаю, это следование за Христом. Это когда ты сможешь отвергнуть себя ради Иисуса, ради близких отношений с Ним, доставляешь все, идешь за Ним. Тогда ты входишь в эти отношения. Это и есть любовь, без любви это невозможно. Да, это жертвенная жизнь. Это и есть жертвенная жизнь, это и есть жертва осоленная. Когда Отец заключает с тобой завет любви вечный, вечный, нет другого пути к Отцу. Я не говорю о спасении, не говорю о спасении, я говорю о высшем, к тому, чему хотел бы нас Иисус привести всех. Он хотел нам показать Отца, явить Отца, привести к Отцу. Туда, где Он восседает, одеснуя Отца. Он хочет, чтобы мы были рядом. После воскресения Своего Иисус призвал учеников. Только учеников, обратите внимание, чтобы говорить с ними уже не в образах. а говорить так, как оно есть. Он призвал апостолов. Вот прочитаем это место. Деяние 1.1.3 описывается. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня. в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. То есть, посмотрите, совершенно новое происходит. После воскресения Иисуса Христа сорок дней он являлся только апостолом и учил их о Царстве Божьем. Я уверен, он уже не в образах. Я уверен, что это тот момент, когда он сказал, что вам дано, и придет момент, когда вы уже не в образах будете слушать. Если человек остается на образном мышлении и на образном познании, знает ли он истину реальную? Я думаю, в образах. В образах знает, и Царствие Божье в образах знает. И Бог в образе знает. Все в образе остается для Него. Это есть детский уровень. это и есть то познание образное. Но апостолы его, когда он собрал их, слышали уже реальность. Поэтому, когда они несли Евангелие, они вкладывали туда реальный смысл. Они знали истину, они знали Бога очень хорошо. как мы разговариваем с детьми? Вот только представьте себе, если задается нам вопрос, серьезный ребенок задает вопрос, или мы хотим чего-то научить серьезному, мы опускаемся на их уровень и начинаем объяснять им в образах, для того, чтобы они что-то поняли. Конечно, они уходят довольны, они что-то поняли. И у них откладывается вот этот образ, который мы им вложили. Но можно ли сказать, что эти младенцы, эти малыши знают истину? Вот так же и Отец нисходит, опускается ко многим и говорит через Духа Святого. на этом уровне. И человек будет говорить, мне Бог сказал. И я скажу, да, конечно, но есть другой уровень. Как Павел говорил, я оставил младенческое, потому что раньше помладенческий мыслил, помладенческий рассуждал. Но он говорит, тот, который пьет молоко, не сведущ в слове истинной в правах. То есть он только знает образы. Мне очень хочется, чтобы вот из этого образного состояния наше мышление вышло. Я понимаю, что мы отчасти знаем, мы отчасти пророчествуем, и это будет всегда. Как сказал Павел 1 Коринфянам 13, 9, 10. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Но мы можем отчасти познавать образы, и все в образах. А можем отчасти познавать совершенное, и это будут разные знания. Что мы хотим? Чего мы ищем? К чему стремимся? Я вам скажу, что будут отличаться эти познания. И то, и то отчасти. Конечно, мы не можем познать все совершенно, но как ты познаешь это отчасти? Через что ты познаешь это отчасти? Через какие отношения? Через молочко или через твердую пищу? Через любовь или через закон? Через букву или через дух? Это все зависит от нас. Насколько мы жаждем небесного знания, Бога, близости с Ним? Насколько мы ищем Его личности? Насколько мы хотим уст к уст говорить с Ним? Или же нас удовлетворяет прочитать? и остаться при букве. Образы проходят. Павел сказал, и образ этого мира проходит. И мы видим с вами, насколько это реально. Вот сейчас все раз и закрылось. А в один момент раз и все кончилось. И все образы прошли. Останется только то, что вечное. что в нас вечное. Чем мы запаслись вечным? Что внутри нас? Царство Божье или этот мир? Как хотелось бы, чтобы мы с вами наполнялись сейчас любовью. Ищите любви. Ищите любви. Как сказано, когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится? Но одно есть, это любовь, которая останется. Все пройдет. Все останется. Каких бы мы знаний здесь не достигали. И они упразнятся. Останется только отношение. Любовь это отношение. Все, что мы возьмем с собой на небеса, это то, что мы здесь построили с Отцом и с Иисусом Христом, с Духом Святым. Эти отношения, вот с ними мы придем к Богу. Какие отношения вы сегодня построили? С такими явимся. Поэтому я вас призываю, стройте отношения с Богом. Стройте отношения с Господом. Ищите Его близости. Наполняйтесь любовью. И не просто наполняйтесь, сказано, достигайте любви. Вы знаете, мы часто встречаемся с тем, что люди хотят достичь у других любви к себе. И даже у Бога любви к себе. Только слышишь, нет любви, меня не любят, меня здесь не любят. Что это, мои дорогие? Что вы ищите? Свой эгоизм удовлетворить? Вы ищите любви к себе, а вы ее дали. А чтобы дать, надо ее иметь. Но не к этому вы призваны, чтобы к себе любовь искать. Достигайте любви в себе. В себе. Не к себе. Будьте благословен. Без благословен. Без Без